Сейчас на улицах любого крупного города можно увидеть людей, которые разблокируют свой смартфон через сканер отпечатков пальцев. Звучит довольно неплохо и на деле достаточно просто, ведь как было раньше. Мы просто привыкли извлекать смартфон из кармана или сумки и нажимать кнопку питания для включения дисплея. Проводили шторку вверх, чтобы полностью разблокировать смартфон. Так делали почти все. Конечно в то время также были различные блокировочные механизмы, типа пароля или пин-кода. Многие использовали и используют до сих пор фактически единицы, а сканер отпечатков пальцев в смартфоне был только в дорогих устройствах, вроде как только для избранных. Но подумайте, действительно ли нам нужны эти сканеры отпечатков пальцев в смартфоне? Или это просто понты? Немного истории. Нам иногда кажется, что сканер отпечатков пальцев, или как его еще иначе называют дактилоскопический сенсор, появился совсем недавно. Однако это не так. Такие сканеры впервые появились в ноутбуках в начале 2000-х. И одним из первых был Acer Travelmate 739TLV. Для того, чтобы компьютер мог распознать ваш отпечаток пальца через сканер, ему нужно было на это около 12 секунд. Чуть позже, в 2002 году компания Hewlett Packard выпустила свой первый карманный компьютер с таким же сенсором. Потом много различных известных и не очень известных компаний пробовали свои силы в этом деле. И все заканчивалось одним и тем же, что никому такая фишка с разблокировкой не была интересной и стоила дорого, хотя реализация была очень неплохой. В 2001 году компания Motorola представила первый в мире Android смартфон со сканером отпечатков пальцев. Это был Motorola Atrix 4G. Даже тогда такие смартфоны никому не были нужны, аж до 2013 года, когда Apple представила iPhone 5s со сканером отпечатков пальцев. После этого все сдвинулось с места, и как результат теперь практически в любом современном смартфоне есть сенсор. На сегодняшний день на рынке существует несколько видов дактилоскопических сенсоров. Это термальный, оптический, радиочастотный, ультразвуковой, полупроводниковый и сканер, который измеряет давление. Из этих всех сканеров в мобильной технологии используют оптический, который является дешевым и простым в реализации. Он работает методом фотографирования пальцев. Такие сканеры имеют разрешение до 1200 dpi. Однако, как показывает практика, у смартфонов с этими оптическими сканерами часто происходят различные ошибки, из-за которых смартфон просто не распознает именно пальцы владельца смартфона. К примеру, на работу именно такого сенсора негативно влияет загрязнение самого сенсора смартфона, или пальцев человека, или даже повреждение кожи пальцев. И такие оптические сканеры легче обмануть. На замену оптическим сканерам приходят ультразвуковые. Такие сенсоры сканируют поверхность ваших пальцев ультразвуковыми волнами. Благодаря этому они мгновенно и с легкостью распознают ваши отпечатки. Даже если на коже ваших пальцев какие-то порезы, или если сам смартфон побывал в грязи, таким ультразвуковым сканерам ничего не страшно. И он с легкостью распознает ваши отпечатки. И что самое важное, такие сенсоры чрезвычайно сложно обмануть. На данный момент они установлены лишь в таких устройствах, как Lego, Le Max 2, Pro 3 и Xiaomi Mi 5S с модификацией 428. В теории такие ультразвуковые сканеры можно разместить под экраном смартфона. То есть это означает, что в ближайшем будущем мы увидим смартфоны, которые будут иметь огромные экраны на всю фронтальную сторону гаджета. А сканер отпечатков пальцев будет в определенном месте под самым экраном. Так все же, понты или необходимость? На сегодняшний день смартфон является и будет в дальнейшем темовичным устройством, которое постоянно с нами. Они стали настолько личными, что в памяти устройства содержатся все важные данные, фотографии, файлы и даже доступ к банковским картам. И поэтому их защита это очень важная вещь, которой все же нельзя пренебрегать. Что тут говорить, уже сейчас мы можем с легкостью расплачиваться в магазине или даже в кафе через сенсор отпечатков пальцев вместо пароля или пин-кода, который нам не нужно вводить публично. Исходя из того, что смартфоны стали нашими устройствами, в которых фактически вся наша жизнь, их нужно обязательно защитить от мошенников и воров. И даже несмотря на то, что дактилоскопические сенсоры находятся на довольно начальном уровне, такая защита всегда пригодится в современном мире каждому из нас. Ну вот, теперь вы знаете больше. Оставляйте свои комментарии внизу под видео, нужен ли вам сканер отпечатков пальцев и вообще нужна ли эта технология в смартфонах. А также не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. До новых встреч в новых видео. Пока! Не забывай, вся сила в ядрах!